Экспериментальный роман Лукьяненко и мифы об идеальной жизни 5 новых книг декабря. 30 декабря 2019 года, 2050. Александра Гордеева. В декабре на прилавках появился роман Сергея Лукьяненко «Маги без времени», написанный в результате эксперимента, публиковать главы в интернете писатель начал под псевдонимом, чтобы проверить, под силу ли таким образом раскрутиться начинающему автору. Также в России вышло новое сочинение американского фантаста Джона Крауле и труд британца Пола Далана, призванный развенчать мифы об идеальной жизни. RT рассказывает об этих и других интересных книгах декабря. Сергей Лукьяненко «Маги без времени», АСТ. Из-под пера Сергея Лукьяненко, пожалуй, самого известного современного российского писателя-фантаста, вышло немало романов, складывающихся в целые циклы отдельной книжной вселенной. Самой известной, конечно, стала «Вселенная Дозоров», именно по ней Тимур Бекмамбитов снял две полнометражные ленты с Константином Хабенским в главной роли. Немало известны также циклы «Геном», «Пограничье», «Квасе» и другие. «Маги без времени» — не только роман без цикла, но и результат эксперимента, который решил провести писатель. В августе 2019 года Лукьяненко под псевдонимом «Мастер романов» начал выкладывать свое сочинение на одном из интернет-ресурсов, чтобы проверить, может ли раскрутиться автор из ниоткуда. Выяснилось, что да. Приключениями рядового жителя Темной империи заинтересовались и читатели, и коллеги Лукьяненко. По всему выходило, что положение у меня ахаваё. За магическое ограбление без лицензии меня станут искать все регуляторы империи, а за святотатство может и лично Темный Властелин подключиться. В отличие от нас, рядовых магов, Повелитель Империи бессмертен, вечен и потому во времени и силе волшебства не ограничен. Он — Бог. Или полубог. Или человек, но получивший Божественную силу. У всех церковников свое мнение, они из-за этих вопросов непрерывно грызутся, устраивают диспуты, порой переходящие в массовые драки. Церковь Властелина давным-давно разделилась на три конфессии — его Божественного Величия, его Божественного Происхождения. Там внутри есть еще два точения. Одно считает, что Богом был Отец Властелина, другое, что Богиней была его Мать, и его Божественного Возвышения. Джон Краули, к. Дарду Браули в руинах Имра, азбука от Тикус. Имя Джона Краули также известно многим поклонникам жанра фэнтези и обласканокритиками. Он — лауреат премии Эдгара Алана Пэ и обладатель наград. World Fantasy и Locus. Рассказчиком в новой книге Краули выступает ворона по имени Дарду Браули. Герой наделен способностью путешествовать между мирами, включая иные земли, где сокрыта самая драгоценная вещь, позволяющая обрести бессмертие. К. Дарду Браули в руинах Имра — это настоящее произведение искусства. Только прочитав несколько первых страниц, я понял, что это нечто невероятное. Это произведение на стыке магического реализма и исторического фэнтези. Повествование ведется от лица старой вороны, за две тысячи лет своей жизни пролетевшей сквозь историю Имра, нашего мира, историю Кам, мир ворон, и сквозь все, что существует между ними и за их пределами, отмечается в одном из отзывов о книге на «Гэджридз». Джеймс Расселл, классика бизнеса. Ключевые мысли из лучших бизнес-книг. Миф. Книга Джеймса Рассела, писателя и преподавателя Открытого университета Великобритании, предназначена не для одних только менеджеров и предпринимателей, а для всех, кто хотел бы усвоить идеи из самых главных бизнес-сочинений, не читая их целиком. Классика бизнеса представляет собой конспект таких книг. Труд Рассела включает в себя ключевые мысли из 70 произведений, начиная с «Искусства войны Суньцзы» около 500 года до н. Ээээ, и заканчивая книгой известного технологического журналиста Эшли Вэнса о Белоне Маске. Также в списке, биография Стива Джобса авторства Уолтера Айзексона, «Никогда не ешьте в одиночку» и другие правила нетворкинга Кейта Ферраце, «Как работать по 4 часа в неделю и при этом не торчать в офисе от звонка до звонка, жить где угодно и богатеть» и многие другие. Книга Чарльза Маккея стоит нескольких часов времени любого читателя. Это анализ странных случаев массовой истерии безумства, от финансовой пирамиды компании Южных морей до охоты на ведьм, от массовой веры в дома с привидениями до тюльпановой лихорадки в Голландии. Все эти случаи автор описывает с бесстрастным удовлетворением, словно наслаждаясь странностями человеческой природы в подобных ситуациях. И по сей день эта книга остается увлекательным исследованием рационального поведения и психологии рынка. С точки зрения бизнеса есть три причины, по которым эту книгу стоит прочитать или перечитать. Лас Ламерю. Логика чудес. Осмысление событий редких, очень редких и редких до невозможности. Азбука от текус. Венгерский математик и психолог Лас Ламерю поставил перед собой непростую, но, как оказалось, выполнимую задачу, заставит читателя поверить, что чудеса – не выдумка, не исключение из правил, а прекрасная математическая закономерность. По мнению Мирю, наша Вселенная Дика и произойти в ней может все что угодно. Людям же комфортнее себя чувствовать в так называемом Тихом Мире, противопоставлении Дикому, а потому они склонны отрицать и игнорировать хаотическое состояние природы мироздания. Пол Далан. Счастливы когда-нибудь. Почему не надо верить мифам об идеальной жизни, Альпина Паблишер. Британский профессор Пол Далан также занимается развенчанием мифов. И обычно, в вопросах счастья. На этот раз он проанализирует феномен так называемой идеальной жизни, вопрос чрезмерно актуальный в условиях развития социальных сетей и грамотного себя в них позиционирования. В своей книге Далан пытается дать ответ на вопрос, сама формулировка которого многим карьеристам покажется абсурдной, в идеальной ли жизни заключается человеческое счастье. И небольшой спойлер, Далан утверждает, что погоня за финансовым благополучием не приведет ни к чему, кроме потери душевных сил. Финансовый долг является серьезной причиной стресса и забот, и мы можем сами загнать себя в угол, стремясь не отстать от окружающих. В Канаде власти проводят очень популярную лотерею. Как показало исследование, соседи людей, выигравших в эту лотерею большие суммы, с высокой степенью вероятности в течение двух лет после выигрыша подают заявление о своем банкротстве. Увеличение размера выигрыша в лотерею на 1% дает увеличение числа банкротств на 0,04%. Это можно объяснить тем, что соседи выигравших в лотерею начинают тратить больше средств на видимые доказательства достатка, такие как машины и мотоциклы, чтобы показать, что они ничем не хуже. В Швейцарии исследователи связали между собой данные об удовлетворенности доходом и об удовлетворенности жизнью, а также с информацией о количестве автомобилей марок Porsche и Ferrari на 1000 человек населения. Оказалось, что чем больше таких машин в округе, тем больше местное население недовольно своей зарплатой. Количество дорогих машин также сказывается, хотя и в меньшей степени, на общей удовлетворенности жизнью. Зависть может оказывать искажающий эффект, особенно когда она касается денег. Это было доказано серией экспериментов, недавно проведенных в США. В одном из них участников попросили занять завистливую или нейтральную позицию, когда они думают о таком же, как они, человеке, отличающемся лишь в одном отношении, он очень богат. Затем участникам предложили оценить ежедневные взлеты и падения, которые богатый человек может испытывать, отвечая на структурированные вопросы. Например, если бы вы были тем человеком, как часто вы бы испытывали мелкие неудобства в сравнении с вашей нынешней жизнью. Те, кто встал в позицию завистника, гораздо чаще приписывали воображаемому богачу взлеты, в отличие от респондентов, занявших нейтральную позицию. То есть люди, завидуя, представляют жизнь богатых намного лучше и счастливее, чем она есть в реальности. Поэтому если вы завидуете тем, кто богаче, то лучше представьте их ужасные поездки на работу, их вопящих детей и огромные налоговые счеты.